Бакинский марафон Бегом я никогда не занималась, но решила час побыть марафонцем, еще и стендап записать. С первого дубля не получилось, оператору не нравилось, а бежать было тяжело. Вдруг он мне говорит, дай мне, пожалуйста, новый аккумулятор, старый 7. Я вспомнила, что у меня в кармане лежат два запасных, а он все время помнил и поэк предоставлял мне делать много дублей. АПЛОДИСМЕНТЫ От наших корреспондентов зависит, что зрители услышат и увидят. Чтобы репортаж получился ярким и запоминающимся, нужно постараться. Например, пройтись по заброшенному виадуку и поведать трагическую историю моста, который назвали кровавым после того, как с него рухнул состав с рабочими. Нелегким выдался путь и к другой исторической достопримечательности – крепости Керуглу, названной в честь героя азербайджанского эпоса. Крепость находится на высоте 2000 метров над уровнем моря, на вершине скалы, и добраться до нее можно только пешком. Очень много ступенек. Пока поднимаешься, добираешься до крепости, все импотов сходят. Азербайджан – страна с многовековыми чайными традициями, и этот факт нередко отражается в наших передачах и сюжетах об исторе – центре чаеводства. В Азербайджане, где обычай чаепития широко распространен, этот напиток считают символом гостеприимства и уважения к гостям или собеседникам. Самым хорошим считается чай, собранный в начале мая. Это первый урожай, поэтому в нем много витаминов. Для нас чай – как второй хлеб. Он нас и кормит, и исцеляет от болезней. Азербайджанскую культуру чаепития недавно даже включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Чайный этикет не чушься сотрудникам представительства телерадиокомпании «Мир» в Азербайджане. Чай разливают по сушеству, поэтому хайлкану ваш стакан на полный степень. За стаканом чая корреспонденты обычно обсуждают съемочный план и рабочий день. Чай – это для меня тонизирующий напиток, чай – это для меня все. Нужно мало есть и спортом заниматься. Сейчас я покажу, как я делаю. В запоминающемся получились съемки Идриса Мамедова, пенсионера, чья страсть к спорту покорила интернет. В свои 92 он активно занимается бегом и силовой гимнастикой. Мастер-класс Мамедов устроил и корреспонденту нашего канала. Я люблю жизнь. Стою в 5 утра, готовлю себе завтрак. В моем случае это коктейль «Гоголь-моголь» из сахара и яиц. Он дает мне силы делать более сложные движения. Не забыл пенсионера подготовить подарок к юбилею телерадиокомпании. По такому случаю отжался 10 раз. Среди наших сотрудников тоже есть свой долгожитель. Правда, спортивных достижений у него нет. Но зато благодаря работе главного инженера Ильхама Мамедова наши материалы оперативно перегоняются в Москву и идут в эфир. Привет, Москва. Добрый день. Это из Баку. У нас материал для новостей. Трансмитраж применит. Ильхам Мамедов работает в представительстве практически с момента его основания. Уже более четверти века. Однажды наш общенациональный лидер Гейдар Алиев должен был по видеосвязи пообщаться с зарубежными журналистами. Для этого он пришел в студию нашего представительства. Обеспечить бесперебойную связь тогда было не так просто, как сейчас. Нужно было подсоединять друг к другу различные кабели, чтобы был устойчивый сигнал. Я переживал, что что-то пойдет не так. Связь оборвется или возникнут помехи. Но в итоге все прошло хорошо. Больше новостей на портале Мира24. Умение поводушевлять и благодарить за проделанную работу важно. Особенно когда-то в профессии 30 лет. Это подтверждает пример нашего администратора Чингиза Садыгова. По распоряжению президента Ильхама Алиева ему предоставили новую жилплощадь. Для меня это было очень неожиданно. Я возвращался домой после работы, когда мне позвонили из администрации президента и сказали, что я теперь обладатель новой квартиры. Попросили прийти и взять ключи. Я оказался одним из 255 человек, кому предоставили новую жилплощадь. Это был памятный момент. Перед нами выступил президент Ильхам Алиев и поздравил всех нас с новосельем. Делать добро стараются и сотрудники телекомпании. Например, ежегодно участвуют в акции по сдаче крови. Донорский пункт действует в офисе представительства. Данная кровь используется в лечении пациентов, страдающих гемофилией и талосемией. Кроме того, такого рода мероприятия по сдаче крови в Бакинском офисе телекомпании «Мир» мы проводим дни рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Это очень хорошая традиция у нас сложилась, и мы и впредь будем продолжать наши добрые такие мероприятия. Вдобавок к благотворительным акциям члены нашей команды участвуют и в спортивных состязаниях. Например, в шахматном турнире среди журналистов. Пришлось протягаться за то, чтобы принимать участие в этом турнире среди журналистов с моей коллегой по работе. Она тоже увлекается шахматами. Ну и, в общем, мы с ней долго спорили. Даже кидали жребий, кто из нас будет участвовать. Ну и оказалось, что я более достоин. На выносливость нас испытала и река Кураа. Заплыв по ней проходил в городе Менгичавир. Нужно было преодолеть дистанцию в 300 метров. Казалось, что это немного, но даже у участников с хорошей спортивной подготовкой перехватывало дыхание. Во-первых, сюда из Баку добираться 200 километров, что тоже утомляет. А во-вторых, когда плывешь, ты то окунаешься по голову в воду, то поднимаешь ее на поверхность. Из-за этого сложновато контролировать дыхание. Я даже больше скажу, легче пробежать пару километров по суше, чем плыть пару сотен метров по воде. Но я все-таки смог это сделать. Хочу посвятить свой заплыв юбилею нашего канала. Азербайджанское национальное представительство телерадиокомпании «Мир» не раз становилось лауреатом различных премий. Мы продолжаем следить за событиями и всесторонне освещать жизнь в Азербайджане.